Акт вандализма в поселке Вычигодске, города Котласа. Неизвестные выкорчевали одну из гранитных досок возле памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Уже через несколько дней вандалов нашли, ими оказались подростки. Вычислить их помогли камеры видеонаблюдения, которые установлены на здании местного ДК. Одному из вандалов 15 лет, второму всего 10. Причина таких деяний, конечно же, малолетний возраст, отсутствие должного воспитания и контроля со стороны родителей. Дети не оценивают свои поступки как циничные и оскорбительные, то есть оскверняющие. Один из мальчиков собирал цветы для того, чтобы подарить маме. Собрал их в окапку и понес домой. Младший из хулиганов уже состоит на учете в отделе полиции по делам несовершеннолетних. Ему светит путевка в Центр временного содержания юных правонарушителей на срок до 30 суток. Учитывая юный возраст злоумышленников, за их деяния ответят и родители. Им грозит административная ответственность и штраф от 100 до 500 рублей. В Северодвинске инспекторы ветеринарного и фитосанитарного надзора провели очередной рейд по несанкционированным местам торговли продуктами. У продавцов не было никаких документов на мясо, но конфискация нелегального товара инспекторам далась нелегко. Что я докажу? Не буду я ничего говорить. Но вы считаете, что вы ничего не нарушаете? Я, может быть, и нарушаю. Может быть, я и нарушаю. Я не прав. Может, государство ты кого не нарушаешь, меня не выживешь? Откуда у вас молоко, мясо? Вас подоило. Торговать на рынках, по словам фермеров, невыгодно. Дорогая аренда. А здесь их знают у них постоянные покупатели. Но не все жители Северодвинска поддерживают уличную торговлю. Торгуйте в положенных местах. Санитарный контроль должен быть. Люди-то могут, вот рыбу я сейчас в полу, рыбу продают. На вагу там. Она же в гаражах валяется у них. А потом они ее продают. Ну и что? Нормально? Ненормально. Правильно делается все. Порядок надо наводить. Всем фермерам, что торгуют собственной продукцией, необходимо получить справку ветеринарной службы. Она стоит всего 500 рублей. Прежде чем забить животное, владелец животного должен обратиться в госвес-службу по местонахождению, провести предубойный осмотр, затем убить животное и после убойную экспертизу. Затем мясо клеймится и оформляется ветеринарный сопроводитель документов в восстановленном виде. Вся продукция была конфискована. Фермерам выписали штраф в 3000 рублей. А если в мясе обнаружатся инфекции, продукт уничтожат. В Архангельске продолжается возведение кафедрального собора. Строительство стартовало 6 лет назад, но говорить о точной дате сдачи объекта пока рано. Внутри храма идут отделочные работы. В течение ближайших двух недель у нас должны начаться поставки плит на пол, каменных плит, гранитных. И приедут снова каменотесы, которые будут завершать монтаж стен, облицов камнем в нижней части храма. И уже на финиш будем выходить с полом. Сейчас основные работы идут в нижнем храме. Тут разместятся воскресная школа, служба социальной помощи и библиотека. Завершается монтаж электропроводки, вентиляции и отопления. Но основная забота архитектора – это, конечно, верхнее помещение собора. Даже сейчас в строительном мусоре главный храм впечатляет. Нам очень хочется сделать в этом соборе такую акустику, чтобы каждое слово было слышно в любой точке собора. Поэтому мы уже пригласили специалистов по церковной акустике из Ростова-на-Дону и на ней уже приступили к работам. Храм воздвигается исключительно на пожертвования и средств еще нужно немало. Воспитанники Новодвинского дома детского творчества стали призерами первой областной олимпиады по 3D-моделированию и Дельфийского фестиваля «Таланты по морям». Отличное знание компьютерных технологий привело ребят к золотым медалям на олимпиаде. Мы выбрали машину-амфибию. Сначала мы создали эскиз, машину, которую мы будем делать, отдали его организаторам. И в конце мы должны были сдать амфибию, такую же, только в объемном виде, сделанную в программе, которая должна была бы соответствовать полностью эскизу. Не менее удачно воспитанники дома творчества выступили на областном этапе Дельфийских игр. Рустам Габдулхаков всегда приезжает с наградами. Свои изделия он представил в номинации «Народные промыслы и ремесла». Было сложно выступать не в начале, а в конце. Это весь напор страстей. Было выступать слишком сложно, потому что были участники достойные. Первое для города золото привезла и Дарина Жукова. Участница объединения «Волшебный объектив» демонстрировала свои работы в номинации «Фотография». Первая серия была с открытия одной из номинаций. Вторая серия была «Архангельск. Город воинской славы». С помощью фотографии я могу показать людям какие-то проблемы или какие-то достоинства мира. Теперь Дарина в составе сборной Архангельской области поедет в Екатеринбург, где пройдут всероссийские дельфийские игры.